Нам очень повезло, что когда Сергей Павлович Сергеев знакомился со всеми территориями, он приехал к нам сюда в амбулаторию, он стоял в этом кабинете, он сразу приехал и знал о той проблеме, которая у нас существует, что дневной стационар нам необходим, и он сказал, что дневной стационар у вас будет. Открытие стационара произошло 5 марта ровно через месяц после посещения Сергеем Сергеевым амбулатории станицы. Дневной стационар рассчитан на три койко-места, работает в две смены и даже в субботу. Стационар не просто пользуется большим спросом, люди записываются в очередь, кому нужна не срочная медицинская помощь, а, к примеру, пройти курс профилактического лечения. Дневной стационар пользуется большим спросом, большим интересом и с большим удовольствием, и мы работаем в этом направлении, и люди рады, что можно получать медицинскую помощь данного профиля на месте. Очень удобно для нас, жителей Станицы Анавска, очень удобно не ездить в город, такое обслуживание хорошее. Давно мечтала, и как раз надо было подлечиться. Очень благодарна, что у нас здесь вот дневной стационар. Очень благодарны и рады, что открылся стационар Станицы Анавска. Работают здесь врачи удивительные. Елена Александровна, Ольга Анатольевна, это вообще сестричка от Бога, такая внимательная, такая вежливая, внимательная. Большое им спасибо и всем, кто организовал этот стационар. Чтобы полностью удовлетворить потребность в этом виде медицинской помощи, главный врач амбулатории Станицы Анавска Елена Паркина говорит о необходимости расширения стационара как минимум до 10 коек. Тогда не будет очередей. Ведь на учете в амбулатории стоят 14,5 тысяч взрослых жителей Станицы. Этот вопрос находится на контроле в администрации. А первый важный шаг уже сделан. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапа. Регион.